Если очень символично, очень схематично рассказать, то зуб состоит из эмали, из дентина и из пульпы зуба. Это, по-другому ее еще называют, зубное мясо. Там содержатся нервы, содержатся коллагеновые волокна, там содержатся капилляры, лимфатические сосуды. Ну, то есть это не твердая часть зуба. Обычно патологический процесс, как правило, начинается с кариеса. Причем кариес начинается с эмали, потом идет глубже-глубже, пока человек не обращает должного внимания на зубы и вовремя его не лечит. И когда кариозный процесс доходит до пульпы, до мягкой части зуба, здесь начинается воспаление. Причем, что характерно, не всегда пульпит сопровождается острой болью. Действительно, бывает острый пульпит, это когда ярко выраженный процесс, когда пациент прибегает к врачу или в поликлинику еще до открытия, у него все болит, он не может больше терпеть. Часто бывает хронический пульпит, он проходит бессимптомно. Когда человек испытывает боль? Когда есть воспалительный эксудат, ну, то есть какое-либо воспаление, и у этого эксудата нету оттока. Что? Предположим, есть кариозная полость, здесь есть воспаление. При воспалении пульпы погибают сосуды, разрушаются нервы, появляется инфекция. Вот схематично уже нездоровую пульпу я изобразила бы вот так. И, например, когда есть кариозная полость, воспалительный эксудат, через нее оттекает, человек боль может не чувствовать. Как только эта дырка, что-то туда забилось, попали остатки пищи, воспалительному эксудату некуда оттекать, и тогда возникает боль, потому что сдавливаются нервные окончания, и, соответственно, человек уже тогда бежит к врачу. Ира, ну ты же сама прекрасно знаешь, что очень многие люди боятся просто даже упоминания о зубных врачах, поэтому терпят до последнего. А что будет, если пульпит не лечить? Это чревато серьезными осложнениями. Пульпа зуба в норме, пока зуб живой, сообщается с окружающими тканями через такие верхушечные отверстия, которые открываются, ну, в конце корней зуба. Когда здесь есть воспалительный очаг, есть инфекция, нужно куда-то эксудату оттекать, и, как правило, он идет вниз через верхушечные отверстия. Вот эта вся жидкость распространяется в окружающую ткань. То есть целиком, прямиком, мне в челюсть, да? Да, можно сказать, что окружает зуб. Зуб окружает кость. И когда воспаление скапливается в кости, здесь могут быть уже самые серьезные последствия. Ну вот сейчас мы можем увидеть одно из осложнений на экране. Прокомментируй, пожалуйста. Вот здесь как раз одно из характерных осложнений, которое называется острый периодонтит. Периодонтит – это воспаление тканей окружающих зуб. Скорее всего, был воспалительный очаг в пульпе, который вышел в окружающие ткани, и вот это проявляется таким гнойным, можно сказать, мешком. В лучшем случае этот очаг откроется, будет отток, и у человека не будет серьезных осложнений. Но бывает, что кость толстая, либо локализация этого очага такова, что эксудату деваться некуда. И тогда образуется так называемый в народе флюс, и здесь без хирургического вмешательства уже не обойтись. А как вообще проводится диагностика пульпита? Диагностика любых стоматологических проблем – это, как правило, комплексный процесс. Вначале врач-стоматолог собирает анамнез, то есть опрашивает пациента, опрашивает его жалобы, потом проводит визуальный осмотр, зондирование, пальпацию, если есть необходимость. Ну и дополнительные методы обследования, такие, например, как рентгенография, тоже бывают достаточно информативными. И как же лечится пульпит? Вот здесь мне хотелось бы обратить особое внимание на то, что лечение пульпита – процесс более сложный и более дорогой, чем лечение банального кариеса. А вот как это происходит, мы можем посмотреть прямо сейчас. При помощи бормашины врач получает доступ к пульпе зуба, то есть он убирает разрушенные кариозные ткани, убирает те ткани, которые необходимы, потом удаляет пульпу, сначала коронковую часть, это называется ампутацией, потом удаляет пульпу из корней зуба, это называется экстерпацией, специальными инструментами, очень часто под микроскопом он обрабатывает каналы антисептиком, обрабатывает специальными растворами, потом корневые каналы, в разных зубах их разное количество, заполняется специальным герметиком, как правило, это гуттаперча, она бывает разных классов, и потом нужно восстановить коронковую часть зуба, на данной графике показано просто восстановление зуба при помощи пломбы, но, как правило, зубы с пульпитом – это сильно разрушенные зубы, и очень часто после пломбирования каналов такие зубы подлежат покрытию коронками. Ира, у наших телезрителей тоже есть тебе вопросы, ответь, пожалуйста. У меня есть вопрос. Около год назад я лечила зуб, и мне поставили фарфоровую коронку. Сначала все было прекрасно, но со временем зуб начал болеть. Я обратилась к стоматологу, и он рекомендовал мне снять коронку и удалить нерв, поскольку это пульпит. Вы не могли бы мне подсказать, почему так могло произойти? Разве коронка не должна была защищать мой зуб? И что мне теперь делать? Спасибо. Спасибо. На самом деле это достаточно распространенный случай. Бывает и такое, что зубы сильно разрушены, но нерв удалять не нужно, а их просто нужно восстановить какой-либо коронкой. Либо бывает, что живые зубы в эстетических целях восстанавливаются, например, фарфоровыми коронками. Прежде чем покрыть зуб коронкой, нужно его обработать специальным образом. Ну, грубо сказать, обточить. И бывает такое, что во время обработки перегревается пульпа. Бывает такое, что повреждается. Бывает реакция на материал, на который фиксируется коронка. И со временем происходит воспаление пульпа. Ну, как правило, это бывает асептический процесс. То есть воспаление есть, но нет этого инфекционного агента, который присутствует при том пульпите, который вызван первичным кориозным процессом. Что нужно делать в таких случаях? Я могу сказать, что необязательно снимать коронку. Очень часто грамотные практикующие врачи могут через коронку получить доступ к каналам, удалить нерв, залечить их и восстановить тоже специальными материалами. Но бывают случаи, когда нужно ее действительно снять, перелечить и надеть новую. Ирина, ну, свое слово говорит и народная медицина. К нам в программу обратилась Татьяна Александровна со своими рецептами лечения зубной боли. Давайте посмотрим все вместе и потом прокомментируешь. Здравствуйте, Ирина и Кирилл. Большой привет вам из Краснодара. Смотрим и любим вашу программу. Хочу поделиться проверенными на себе рецептами от зубной боли. Хорошо помогает чесночный компресс. Нужно измельчить чеснок, например, на терке натереть. Полученную массу выложить на кусочек бинта, завернуть и прикладывать к внутренней стороне запястья. Если с правой стороны больной зуб, то к левой руке, а с левой – правой. Компресс держать, пока не утихнет боль. Еще один рецепт – прополоскать рот настоем шалфея и календулы. Понадобится 2 столовые ложки шалфея и 5 цветков календулы. Залить кипятком 300 мл. Через 20 минут процедить и полоскать. Каких только рецептов народной медицины против зубной боли я в своей жизни не слышала. Хотела бы прокомментировать второй рецепт – это полоскание ромашкой шалфеем. На самом деле в этом нет ничего плохого, потому что это антисептические растворы, которые во всяком случае не навредят. И если правильно полоскать, то можно как раз получить отток воспалительного эксудата, и боль действительно уйдет на какое-то время. Но это отнюдь не является лечением ни кариеса, ни пульпита, ни каких-либо других стоматологических проблем. Что касается первого рецепта с чесноком, то мне даже сложно нафантазировать, каким образом он может помочь. Но скорее всего, как эффект плацебо. Если у вас заболели зубы, пожалуйста, не терпите, сразу идите к врачу, потому что зубная боль может быть чревата серьезными осложнениями.